привет дорогие моему сердцу дорогие придорогие красноярцы и мои подписчики на канале youtube вот понимаете когда ты добрался до огорода ты начинаешь сносить все подряд особенно когда тебя долго не было смотрите как лезет трава как она злобно готова зарасти все и везде я хочу сегодня вас познакомить с моими подзимним чесноком это зимний озимый сорт чеснока который всегда садится под зиму и других у него вариантов нет а я вам кстати рекомендую и яровой чеснок под зиму высаживать мы к этой теме еще вернемся но сейчас коротко потому что через пару недель посаженные после зимнего чеснока а зимний чеснок мы высаживаем когда вы знаете не за две недели до наступления холодов и лук кстати тоже а немножко раньше можно начинать эту процедуру с 26 августа ну не надо делать такие глаза но вы же знаете что я плохого не советую пока сама это не сделаю вот пожалуйста вам доказательства вы же знаете что существует ну в нашем огороде по крайней мере два вида чеснока это подзимний озимый мы его называем либо это яровой озимый садится в зиму осенью а яровой садится весной так вот вы если проэкспериментируете послушайте моего доброго совета и посадите яровой чеснок позже на пару недель чем зимний то получите очень хороший результат не вот такие пиздерные луковички непонятные там зубчики такие маленькие чистить то просто противно а полноценные головы которые будут соответствовать всем вашим вкусом и размером разумеется вот посмотрите на мою грядку видите у него нету желтых перьев а знаете почему я вам сейчас объясню почему потому что когда началась весна а после весны наступила зима снег по колено выпал вот до того как выпал снег а это влага ей просто нет цены она не имеет в составе солей ненужных она мягкая вода она та которая нужна растениям а вот до того как выпал снег я пролила его угадайте с трех раз чем конечно раствором с нашатырным спиртом и чеснок посмотрите какой чистенький просто сказка и заметьте что ни одной выпавшие луковички нету взошел весь посаженный а почему а потому что тетя таня умная умнее чем даже гусь потому что я очень люблю делать ранние посадки я всегда настаиваю господи ты боже мой 26 августа все подзимние культуры надо высевать кроме морковки то есть кроме семечек семечки нет их подождем но луковички это тюльпаны это крокусы это все мелко луковичные это чеснок когда мне говорят что я чеснок посадила в ноябре месяце я всегда говорю ну тогда поклонитесь ему низко и скажите ну и спи спокойно дорогой товарищ вы понимаете что этого делать нельзя ему надо дать время укорениться также как вот подзимний лук мы делаем выпустил корни не пропадет в жизни никогда вот мой яра мой подзимний чеснок просто великолепный зелененький без желтых перьев это означает что трипсы его не едят нашатырный спирт не нравится поливать надо внимательно слушайте поливать надо 2 столовых ложки на 10 литров воды и не по перу желательно а желательно под корень очень наука простая нашатырный спирт это азотистое соединение и не азотное азотистое и как раз в том виде работает вот это соединение без доработки бактериями вы услышали меня пожалуйста я хочу чтобы все было все красиво смотрите что нужно сделать сейчас и я заканчиваю посмотрите что я делаю я разбиваю комья которые образовались после зимы вот почва вот такой структуры посмотрите внимательно вот такой видите как промывины такие она очень быстро испаряет влагу эту влагу если вы сохраните разрыхлите поверхность ей нет цены вы искусственно ее не придумаете вы хоть закипятите воду это другое это природа дала вот значит так вы должны обязательно как только чеснок появился пролить его раствором две столовые ложки нашатыря 10 процентного между прочим на 10 литров воды пролили дали попсохнуть земле и вот эти все комочки вот эти все промывинки мелкие от снега пожалуйста разрыхлите иначе влага испарится которая ему нужна сейчас вот так вот услышьте меня пожалуйста ну слушайте меня пожалуйста ну хоть кто-нибудь я надеюсь хоть кто-нибудь услышал ну вот на этом я закончу а следующая тема чеснок она будет еще интереснее всего доброго вам и до свидания м м м м м